Кадры, виденные вами в предыдущих фильмах, снова возвращают к событиям, некогда происходившим у тех же самых суровых берегов. Чукотский полуостров. Одной своей стороной встречающий льды Ледовитого океана, а другой – Туманы Тихого. Неведомый угол азиатского материка, ставший на много веков загадкой для древних космографов. История открытия Берингового пролива известна многим. В 1648 году 90 русских землепроходцев впервые проплыли вокруг Чукотского полуострова из одного океана в другой, став первыми европейцами, увидевшими северо-восточную оконечность континента. Те немногие, которым посчастливилось не погибнуть, принесли известие об открытой ими морской дороге к реке Анадырь, об увиденных Диамидовых островах. К своим донесениям они приложили чертеж Чукотского носа со всех сторон омываемого морем. Через три века потомки поставят памятник одному из руководителей экспедиции Семену Дежневу, дань уважения человеческому подвигу отважных первооткрывателей, признание их важного научного открытия раздельности материков Азии и Америки. Но известно и то, что всего лишь через несколько десятилетий после похода Дежнева и Попова Петром Первым был снова поставлен вопрос, что же там на северо-востоке российских владений? И для ответа на этот, казалось бы, уже решенный вопрос, император пошлет самую многочисленную в истории научную экспедицию. Открытый Дежневым пролив между материками получит имя Витуса Беринга. Так излагается история открытия пролива в учебниках, многочисленных публикациях, передачах, фильмах. И вряд ли стоило еще раз обращаться к этой теме, если бы не целый ряд странных, труднообъяснимых, противоречивых обстоятельств, делающих эту, на первый взгляд, хрестоматийную ситуацию, весьма загадочной. И вот мы решили предпринять очередное наше путешествие по оставленным временем следам, чтобы разобраться во всей этой, как вы сами сейчас убедитесь, запутаннейшей истории вторичного открытия пролива. Иными словами, в судьбе первой камчатской экспедиции Витуса Беринга. КОНЕЦ Но прежде чем перейти непосредственно к сути вопроса, отдадим дань уважения прославленному командору, чьи заслуги мы ни в коей мере не хотим умолить. Уважаемый господин посол, уважаемая госпожа Стейнберг, дорогие товарищи, друзья, уважаемые датские гости, сегодня мы открываем торжественное собрание, посвященное 300-летней годовщине со дня рождения известного путешественника, мореплавателя, исследователя, первооткрывателя Витуса Беринга. Я чуть было не сказал Ивана Ивановича Беринга, поскольку Витус Беринг в нашей стране был известен именно под этим именем. Мне кажется, что это очень символично, что сегодня мы даже затрудняемся как-то причислить Беринга к той или иной стране, потому что, как известно, Беринг родился в Дании и по национальности являлся датчанином, является датчанином. В то же время мы называем его русским исследователем, и мне кажется, что это совершенно правомерно, поскольку около 40 лет своей жизни и деятельности Беринг провел в России и многое сделал для того, чтобы возвеличить славу российской науки, российского флота и России в целом. Здесь, на торжественном юбилейном вечере, где отчествовали знаменитого открывателя Северо-Западной Америки, Алиутских островов и, отметим особо, пролива между материками, мы решили, что самое время обратиться к ученым с просьбой прояснить одно показавшееся нам странным обстоятельством. Как могло случиться, что образованные морские офицеры Витус Беринг и его помощники Алексей Чириков и Мартын Шпанберг ничего не слышали об открытиях землепроходцев на востоке Сибири? Как произошло, что в сибирском приказе, куда стекались тысячи донесений и чертежей, исчезли, может быть, самые важные сообщения о большом каменном носе? Неужели ни сподвижники Петра Первого, ни он сам ничего не ведали о пути открытым Семеном Дежневым и Федотом Поповчим? Я в этом абсолютно уверен. В этом не было никаких сомнений. Веришь, и Петр Первый знал, а может быть, и до Петра знали. Может быть, даже и Полисей Михайлович знали об этом. Я почти уверен в этом. Безусловно, в Петербурге знали об открытиях сибирских промышленников. Об открытиях Дежнева уже к началу XVIII века не было известно. Этого не знал ни Петр, ни Адмиралтейская коллегия, ни Беринг, ни люди, которые шли с Берингом, спутники его. Ну, вообще-то это трудно так утверждать. Пока не встретилось документов, мне лично, таких. Но я знаю, что Миллер, ученый, работал и открыл в якутских архивах подлинные документы о плавании Дежнева. И об открытии пролива. А точно знал ли Беринг об этом, я затрудняюсь сказать. Мы сейчас очень хорошо знаем, что на севере, в Сибири, различного рода люди и деятели, и государственные деятели знали об этом, так сказать, крупнейшем. Открытие свидетельства хотя бы этому является то, что Семен Дежнев был в Москве после этого и где-то даже умер в Москве. Но, к сожалению, мы точно сказать не можем, но, во всяком случае, ему были, так сказать, указом царя, там какие-то награды и за его вот такие большие заслуги. Итак, два противоположных взгляда на один вопрос. За каждым из них свои доводы и система доказательств. Две основные версии, долгое время сосуществовавшие в науке. Два пути поиска, которые длится более столетия. Мне очень часто вспоминались замечательные слова поэта Михаила Светлова. Он писал, честь науки, ей дано умение выводить нас из недоумения. Действительно, когда вот сталкиваешься, сплошные недоумения. Надо как-то разрешить все эти вещи. Ну, первое недоумение, которое бросается в глаза сразу же. Дежнев в 1648 году открывает пролив между Азией и Америкой, устанавливает, что северо-восточная оконечность Азиатского континента заканчивается большим каменным носом, то есть Чукотским полуостровом. И вдруг Берингу предлагают якобы проверить, есть ли тут пролив или нет пролива. То есть фактически задают вопрос, который решил Дежнев. Простите, но откуда вообще взялись эти недоумения, если история, как и любая наука, основывается на фактах? А факты, как известно, упрямая вещь. Вы правы, согласились ученые. Только для разрешения всех противоречий фактов как раз и не хватает. В военно-морском архиве находится фонд Беринга. Тысячи документов. В этих сейфах лишь часть дел двух камчатских экспедиций. Не меньшая их часть в других хранилищах страны. Но среди всего этого океана бумаг, деловой переписки, личных писем и дневников, нет ни одного свидетельства, которое помогло бы заглянуть в замыслы императора или мысли самих участников экспедиции. Что они думали, отправляясь на край земли? Смущали ли их какие-нибудь обстоятельства? Какие возникали вопросы? Обширный архив Петра I тоже пока ничем помочь не может. А там, где не хватает фактов, начинаются предположения, рождаются гипотезы. Одна из них, кстати, старейшая по возрасту, утверждала, что великое открытие Дежнева и его спутников было предано забвению. Последуем и мы этой версии и представим себе покинутую людьми реку Анадырь, некогда манившую к себе землепроходцев, заброшенный острог, детище Семена Дежнева, забытую морскую дорогу к некогда богатой анадырской отмели, откуда в течение десятилетий шла в казну бесценная моржовая кость. Представим себе и великого реформатора Петра I в последние дни жизни, тяжело больного, но по-прежнему мечтающего о великих для России делах. Он прорубил окно в Европу и теперь хотел отворить его на восток. Размышляя над трудами западноевропейских географов, он мысленно пытался постичь тайну легендарного угла Азии и мифического пролива Аниан, никогда никем не виденного, но помеченного на картах средневековых космографов. На сей морской карте проложенный путь, называемый Аниан, назначен не напрасно, как-то заметил больной император незадолго до экспедиции Беринга. Эти слова войдут в историю, косвенно указывая на цель первой Камчатской. И, может, виделось Петру, как не по мифическому, а этому подлинному, открытому Витусом Берингом проливу поплывут под российскими флагами корабли, чтобы в конце трудного своего пути бросить якоря в гаванях жарких стран Азии. Но если в своих рассуждениях мы на правильном пути, и Петр I действительно мечтал открыть морскую дорогу, то почему же тогда свою инструкцию Берингу он озаглавил об открытии соединения Азии с Америкой. Именно соединения, а не пролива. В очень многих картах и чертежах изображался перешеек или мысы, которые уходят за рамку карты, и неизвестны были концы их, где они кончаются. То ли они уходят на соединение с Америкой, то ли они где-то такой обрываются. Предполагалось по инструкции Петра, что Америка сошлась с Азией, то есть они соединены перешейком. И Петр, значит, предписывал дойти до этого места соединения, идти вдоль берега все время и спуститься до какого-то места уже на американском побережье, до известного европейцам места, до города или до поселения, положить его на карту, то есть связать все это с местом выхода, со всем путем, и, значит, возвращаться назад. Узнать, как этот куст-берег называется, положить на карту и возвращаться назад. Иначе говоря, Петр предполагал, что Америка соединяется с Азией с сухопутным перешейком. И все-таки странно. С одной стороны, Петр верит в существование пролива и надеется его открыть, а с другой дает задание Берингу искать перешейк. Я, Витус Беринг, обещаю, не щадя живота своего, исполнить волю его императорского величества Петра Алексеевича на благо России. Это его единственный подлинный портрет. А за несколько часов до отъезда уже поздно ночью офицеров в Первой Камчатской вызвали в Академию наук и велели подписать такой документ. Никто из отправляющихся в сию экспедицию не должен ничего из учиненных открытий ни приватно, ни публично, ни письменно, ни словесно чужестранцам объявлять под опасением жестокого наказания. И снова какая-то нелогичность. Зачем нужно было так засекречивать экспедицию, отправлявшуюся решить, пусть важный, но все-таки сугубо научный, географический вопрос о расположении материков. К тому же, как известно, именно западноевропейские ученые некогда сами предложили Петру Первому его решить силами русских. И император им это обещал. Мы еще не отправились в путешествие, а вопросов, как видим, накопилось у нас немало. Сухопутная часть маршрута экспедиции наиболее полно представлена в документах Первой Камчатской. Немало горьких строк в дневниках и донесениях ее участников. Хозяйственная неразбериха, нехватка рабочих рук, голод, неимоверные трудности пути и лишения, унесшие жизни многих товарищей. Обо всем этом вам тоже, наверное, известно из многочисленных публикаций. Поэтому мы обратим ваше внимание на факты, известные значительно меньше. Вот строки из копий некоторых документов, оригиналы которых находятся за границей. Напомним, что речь идет о секретной экспедиции. «Надежным и секретным образом, используя права дипломатической почты, отвезти три пакета морскому министру Де Мезельеру, а часть карт передать лично королеве». Это доносил французский резидент. Автор следующего донесения британский посол. «Воисполнение моих инструкций я постарался узнать, какие именно открытия сделало нынешнее правительство в северо-восточной окраине России, и мне посчастливилось достать копию журнала и карту знаменитого капитана Беринга, но это надо держать в секрете. Итоговая карта экспедиции, выполненная Мичманом Чаплиным. Увы, это ее копия, а оригинал чьей-то недружеской рукой был переправлен за границу, где и находится по сей день. За каждым шагом экспедиции следило, оказывается, множество глаз. От русских ждали открытий, которые были важны не только им одним. Даже трудно себе представить, что там внизу по бездорожью неосвоенной Сибири сквозь метели, дожди, гнус двигался длинный обоз экспедиции Беринга. Они везли с собой якоря, канаты, одежду, инструменты, продовольствие. Короче, все до последнего гвоздя. Прошло три с половиной года с тех пор, как они покинули Петербург. Позади осталось более десяти тысяч сибирских бездорожных верст. Мелководная река была последним и, может быть, самым трудным испытанием, когда приходилось чуть ли не на руках переносить в ледяной воде тяжело груженые лодки. Но вот река стала полноводнее и ветер донес наконец рокот океана. Самая трудная часть пути окончилась. И тут самое время напомнить о главной цели, ради которой люди преодолевали все преграды, о задании, изложенном в инструкции Петра Первого. В инструкции врученной Берингу значит значилось первый пункт надлежит на Камчатке или в другом там аж месте сделать один или два бота с палубами. Второй пункт на онных ботах плыть возле земли, которая идет на норд и по чаянию понеже он и конца не знают, кажется, что та земля часть Америки. Охотский острог в несколько исп, куда прибыли участники экспедиции Беринга, незадолго до этого стал уже родиной первого и пока единственного корабля русского Тихоокеанского флота. Вот на таком маленьком судне участники морского этапа экспедиции пересекли Охотское море, чтобы на Камчатке, как это предписывалось инструкцией, построить бот и плыть к берегам Чукотки. Блаконичные записи в бортовом журнале и донесениях позволяют с точностью восстановить ход дальнейших событий. Полтора месяца они двигались вдоль кромки азиатского материка, вытянувшегося в северо-восточном направлении и плыть возле земли, которая идет на норд и искать, где оная сошла с Америкой. И вот мы, следуя маршрутом Первой Камчатской, плывем на пограничном ледоколе Пурга к проливу. Погода нам благоприятствовала, что в этих местах явление редкое. А Берингу, как известно из записей, не повезло. В течение всего плавания берег скрывала плотная завеса тумана. Пройдя по всей длине пролива и находясь на 67-м градусе северной широты, 16 августа 1728 года капитан Витус Беринг собрал офицеров, чтобы сообщить свое решение. Экспедиция свою задачу выполнила и может возвращаться. Нигде они не встретили простирающейся на восток земли, якобы соединяющей Азию с Америкой. По его Беринга собственному убеждению, а также свидетельствам местных, земля чукотского носа всюду омывается морем. Святой Гавриил лег на обратный курс. Но пройдет еще два года, прежде чем участники экспедиции увидят своих родных. С тех пор, как они покинули Петербург, прошло целых шесть лет. В краткой справке, составленной в начале сороковых годов 18 века, для кабинета Елизаветы Петровны отмечалось, что важность первой камчатской экспедиции по силе инструкции Петра первого состояла только в том, чтобы посмотреть от земли Камчатской лежащий берег между севером и востоком, у которого последний мыс, называемый Чукочинский нос, не имеет ли тот берег коммуникации с настоящей, с настоящей, Америкой западной июлью. То есть, иными словами, соединяет цели Азия с Америкой. Вот. И там же отмечалось, что, так сказать, эту задачу Берлинг решил. И все последующие действия правительства, все последующие действия адмиралтейст коллегии свидетельствуют о том, что в целом в правительственных кругах были удовлетворены результатами экспедиции первой камчатской экспедиции. Уже 30 марта появилась статья в Санкт-Петербургских ведомостях, где отмечалось, что Берлинг прошел вдоль Чукотской земли и доказал, что существует проход из Северного Ледовитого океана в Тихий. Итак, загадка материков еще раз была решена. Второе открытие пролива состоялось. Счастливый конец и мог бы завершить наш фильм, как это обычно и делается в рассказах о первой камчатской, если бы, если бы нам также не стало известно и то, что ряд официальных лиц в Сенате, Адмиралтействе и Академии наук отнеслись к открытию Беринга отнюдь не восторженно. В подтверждение этого приведем некоторые документы. Император Петр Великой посылал осведомиться, сходятся ли берега Америки с берегами Азии. Но оное в действии не произошло. О несоединении заподлинно утвердится сумнительно и ненадежно. Господин Беринг был послан осведомиться, где камчатская земля сошлась с Америкой, а он плавал на север даже до широты 67 градусов. Это уж совсем непонятно. Чем были недовольны сенаторы? Тем, что Беринг пошел на север? Чего же в конце концов ждал от Беринга великий реформатор Петр I? Похоже, что загадку века о соотношении материков скорее можно назвать загадкой инструкции Петра. Поиск ответа на эту загадку мы продолжим в следующем фильме. Субтитры